Обеспечить жителям комфорт и безопасность при выходах из подъездов, на подходах к детским садам, школам и другим социальным учреждениям. Для этого служба благоустройства и коммунального хозяйства трудится в усиленном режиме. Перед ответственными за уборку и вывоз снега с городских территорий стоит задача содержать в чистоте дороги, внутриквартальные проезды, тротуары, дворы, а также парки, набережную и скверы Самары. С учетом потепления и прогнозируемых новых осадков, власти города поручили усилить очистку кровель домов от снежных масс и наледи. Повышенное внимание обращать на состояние скатных крыш. Их в городе около 7 тысяч. Требуется очистить 610, 218 из которых уже сегодня приведут в порядок 70 бригад. Поставлена задача и городским службам, и районным главам внутригородских районов для того, чтобы не допустить там, где не сбросили и нет сегодня возможности или завтра сбрасывать, огородить и наблюдать, и количество бригад увеличить на сброс снега. Естественно, соблюдение мер безопасности. Акцент на расчистку кровель сделан для того, чтобы обеспечить безопасность жителей города, а также избежать схода скопившихся снежных масс и наледи. При этом в приоритете соблюдение техники безопасности, как для рабочих, так и для прохожих, подчеркнула в своем инстаграм-аккаунте глава города Елена Лапушкина. Главам районов поставлена задача не сбавлять темп работ во дворах, держать на контроле работу управляющих компаний. Те коммунальные организации, которые не справляются со своими обязанностями, завтра приглашены на штаб по санитарному содержанию. Планируется, что он пройдет с участием представителей ГЖИ. Адресно разберут каждую ситуацию. Замотивировать их, чтобы они выполнили свои обязательства перед гражданами. Но если это делать не будут, то мы будем точно ставить перед этими директорами и учредителями управляющих компаний. Пусть они уходят из этого бизнеса. Они берут деньги, не отвечают перед жителями. Жесткие меры будем принимать. Управляющие компании, которые не справляются со своими обязанностями или выполняют их недобросовестно, привлекут к административной ответственности. Пока же все профильные службы трудятся в круглосуточном режиме и просят автомобилистов по возможности не оставлять свои машины на обочных дорог и под крышами многоэтажек. Сход талого снега возможен не только с кровель, но и с козырьков, балконов и кондиционеров. Работа по уборке и вывозу снега продолжится в усиленном режиме до стабилизации погодных условий, о которых, судя по прогнозам синоптиков, говорить пока рано. В ближайшие три дня в Самаре снова ожидаются снегопады. По данным синоптиков, город вновь примет от 12 до 14 миллиметров осадков. Ольга Павлова, Василий Калдашов. События. Ольга Павлова, Василий Калдашов.